Только всё на небо Добрый вечер, уважаемые зрители живого телевидения Поздравляю всех, кто нас слышит и видит в настоящий момент с наступающим Новым Годом В студии ведущий Юрий Проскуряков Сегодня у нас встреча с поэтом Алексеем Сосной Здравствуйте, Алексей Добрый день, вечер Добрый вечер Все, кто нас слышит, могут задавать свои вопросы или же делать какие-то сообщения в чате О чём было сообщено заранее в рекламе передачи И кроме того, я вас призываю к активности перед Новым Годом Мы как-то все оживлены, все по-разному, конечно И я надеюсь, что сегодняшняя передача вам понравится Мне уже многие звонили и говорили, что с интересом послушают и посмотрят Алексей, вот вы сейчас находитесь в студии единственной программы прямого телевидения в интернете, которая даётся без записи Круто Да, и это делается постоянно У нас адрес www.tv, как галочка, тире л.ру Вы можете посмотреть трансляцию в записи Я сделал это приглашение, я пригласил вас, потому что я как бы знаком с вами уже достаточно давно Это не первый год Но я не знал, что вы поэт, честное слово, клянусь Что вы говорите, я только-то этим интересен Ну нет, я думаю, что вы не только этим интересны, потому что вы занимаетесь ещё очень нужной общественной деятельностью И вы являетесь руководителем центра, Зверевского центра современного искусства, в котором постоянно проходят неформатные выступления Ну я бы их так назвал Может быть, они какие-то и форматные даже проходят, но я никогда не слышал, чтобы вы кому-то отказали Ну, бывало, в общем-то, иногда, но, разумеется, не по идеологическим или каким-то иным структурным причинам Но вообще, это наша позиция, выставлять всё то, что считает себя достойным выставления По сути дела, это определённого рода перифористический оборот постмодернистский Искусством является то, что себя таковым считает Вот именно, я когда услышал впервые ваши стихи, я понял вот всю эту пронзительность, неразделимость трагического и одновременно, может быть, просветлённого, радостного ощущения времени Которое мало кому даётся И мало ли есть поэтов, которые выражают своё время И вот вы находитесь в настоящий момент, в этом времени И в руках у вас книга, которая в настоящее время ещё не опубликована Но наша программа называется «Букинг» и мы рассказываем о книгах И в данном случае мы говорим о книге, которая будет вскоре опубликована Можете вы о ней что-то рассказать? Это, пожалуй, всё-таки не книга Это некоторым образом папка Которая содержит всегда Несмотря на то, что она существует уже в таком виде И это видно по её, так сказать, замусоленности Уже около 20 лет Она содержит постоянное количество стихотворений 49 Почему? Ну, за этим стоит определённая магия чисел В общем, нечто сродни Не в прямом смысле Но, тем не менее, что-то роднящее Вот эти внутренние концепции с нумерологией Но, собственно, это не имеет отношения По крайней мере, прямого к текстам Просто мне кажется Здравомысленным при появлении какого-то нового текста Для того, чтобы не перегружать пространство Находить стихотворение Которое может уступить своё место И таким образом Получается некая очень сублимированная ткань Которая состоит из именно вот этого вот отбора Поскольку часто в книгах Да, собственно, это и всегда Бывало Некоторые стихи лучше, некоторые хуже Невозможно писать всё время на каком-то одном уровне Бывали, в общем, такие поэты Но мне кажется, что интересен как раз автор Находящийся на максимуме своего состояния А то, что время от времени оказывается Чем заменить новое стихотворение Это тоже нормально Потому что всё познаётся в сравнении Тексты относительно друг друга Находятся в некотором таком взвешенном состоянии Собственно, и название этого сборника Французское, экилибр Что банально перевести как равновесие Но французское слово экилибр Оно совсем не аналог русского слова равновесия Скорее, точнее было перевести это как Удержание равновесия Это, в общем-то, оттенок, но существенный Знаете, такой пример подобного творчества Существовал в английской поэзии Может быть, где-то ещё Но я много лет посвятил английской поэзии И американской И поэтому мне это известно У них был такой поэт Бейзл Бантинг У которого, правда, было не 49, а ровно 100 И он также вынимал одну, когда заменял его другим Жаль, я думал, что это я придумал Нет, у него было 100 В общем, жаль Он был поэт андеграунда Что совершенно не связано никак с понятием нашего андеграунда У них андеграунд называется метро Это была группа, которая выступала в метро Перед публикой, которая выходит, поднимается или опускается с эскалаторов Бейзл Бантинг был такой артист Что, выступая, он умудрялся заставлять людей отвечать ему Которые проходили мимо И это всегда было ритмически и в рифму Соразмерно тому, что он сам говорил Это был фантастический артист, импровизатор Перформанс такой Да, перформанс В 70 лет он стал известным Он тогда сказал Я не понимаю, чего вы ко мне пришли Я думал, что это уже никому не нужно Но книгу он опубликовал, в конце концов В которой было ровно 100 стихотворений И все они признаны шедеврами английской литературы Шедеврами английской поэзии Видите Гепса в образовании Я, к сожалению, впервые слышу его имя Да, у нас вот им очень интересовался поэт Зуев В свое время, может быть, вы с ним знакомы Но и я тоже даже немножко переводил его когда-то Но это мне по долгу той деятельности, которой я занимался тогда Но вот не можем ли мы перейти к чтению стихов Мне очень хочется услышать ваши стихи Я их недавно слышал и хочется это сделать вторично Ну, наверное, можно прочесть что-нибудь Вы знаете, стихи такая странная структура Время от времени Темпер ведь, они как известно, мутантор И кажется, что то или иное стихотворение Утрачивает свою актуальность Его аромат как бы выдыхается И как бы оно становится кандидатом Вот в те самые лузеры О которых я уже говорил Но тут происходит какой-нибудь кульбит Пространственного времена Но и который заставляет новыми глазами Посмотреть на произведения, написанные уже достаточно давно Вот к ним можно отнести вот такое стихотворение Здесь все зарифмовано Розы, морозы и слезы Сама расцветает стихом дневниковая проза Но нас не спасает подобная метаморфоза Здесь все, что годится в стихи Непригодно для жизни Здесь дарят венки И надменно лишают отчизны Живем, привыкая к безденежью И укоризни Мы как патриархи мудры Мы наивны, как дети Мы платим свободой Затрепет строки на манжете Что нас ожидает Бессмертье Расстрел на рассвете Нам пуще сумы и неволе Страшится повтора Одна остается от рада Светает нескоро Свирепая ночь Куролесит В подобии простора С моей точки зрения Это стихотворение В силу Окружающей обстановки Обрело вторую жизнь Да, несомненно Я именно так это и чувствую Или Но я его впервые слышу И поэтому я чувствую это как первую жизнь Или вот такое стихотворение Написанное в восемьдесят четвертом году Которая Которая В общем-то Вылетающей, наверное, не попадет еще довольно долго С эпиграфом Из знаменитой песенки Двадцатых годов Не двадцатых Это, наверное, десятых Крутится-вертится Шарф Голубой Да Так вот Эпиграф Крутится-вертится Не упадет Кавалер-барышню Не украдет Причем то, что шарф В народном В народном воспроизведении Перешел в шар В общем, мало кому известно Наоборот Известно, что шар А то, что шарф Но, собственно Стихотворение называется Песенка про шарик И посвящено моему Покойному другу Роману И песенка Про шарик голубой И на Тверской Божественное трио Ты помнишь, Рома Как мы пили с Римом А Рим был третий Меж тобой и мной И Рим был третьим И уже история И Ян, и Питер Ресторан Астория И на столе Танцующий Аскар И девушка С шампанскими глазами О, Боже мой Она сидела с нами И песенка Про шарик голубой И газ зеленый Глаз в ночи Кромешный И Ян смешно Переводил на чешский Ту песенку Про шарик голубой Ту песенку Про шарик И ушпарил Покинув холмы Чехии родной И мы уже На финишной прямой А мы уже У финиша Мой милый Убит Распутин И разбит Корнилов И все куда-то Валит По кривой Аскара взяли Которые Я всегда Оценивал Как уход Из Общества Людей Тех которые Смыслом Жизни которых Была романтическая Любовь И наиболее Впечатляющими Были Несколько Стефан Свейк Его смерть Знаменитая И Почти одновременная Смерть Есенина И Асидора Дункан Она Была удушена Шарфом Наверное Вы знаете Я подумал Что это оттуда Аллюзия И вот этот Вот итальянец Когда Она погибла Он бежал За автомобилем И кричал Я убил Мадонну Ну Наверное Аллюзия какая-то Есть Хотя в прямом Смысле Шарф Асидора Дункан Вряд ли Я имел ввиду Ну да Но там еще И гостиница Присутствует И вообще Петербургский Мотив Петербургский Мотив Очень сильный Конечно Ну что-то еще Может быть Найти Ну Например Вот такое Стихотворение Тоже из очень Старых Ну Примерно Так Начало Автостопа Часть Первая Если уж Петербургский Сухой Город Московский Петербургский Что вы Имели ввиду Под опальностью Ну я понимаю Вот Опала При состоянии Какой-то Знатной Особы Или же Государственного Деятеля Как знаменитой Ну вы знаете Могут неправильно Не просто вещь О сопротивлении Он сказал Что в Европе Было сопротивление Оно было зафиксировано Как сопротивление А в нашей стране Такого явления Как явления Общественно Признанного С таким названием Не было Но тем не менее Оно существовало Это были Просто люди Которые Честно жили Ну вот в этом смысле Опала Как системное явление Мне понятно Да Пожалуй Именно в этом Соловьевском смысле Да Можно еще История Или что-нибудь новенькое О Вы знаете Вот это Прекрасный стих Он был Написан В нем Очень много Всяких смыслов Которые Может быть И место Расшифровывать Он был написан В 84-м году За два года До смерти Самого По-моему Прекрасного Художника Московского Эндеграунда Анатолия Зверева И Посвящен Был ему И то что Я Как бы Провидел Обстоятельства Его смерти Не является Никакой Моей особой Заслугой Потому что С одной стороны Их мог Не предвидеть Только В общем Ничего не понимавший Человек А с другой С другой стороны Особо Собственно Никаких Интеллектуальных Рассуждений За этим Не стоит Это было Как бы Послано Я просто Понимал Что человек Такой Температуры Жизненной Иначе Погибнуть Не может Собственно Стихотворение Называется Тоска По ностальгии Это Те годы Когда Пол Москвы Бредила Отъездом И Такая мысль Абсурдно Такому Человеку Как Зверев В голову Конечно Прийти не могла Потому что Он был Плоть От плоти Московской Структурой Но Вот в этом кругу Художника Романова Михайлова Знаменитое было место Парнас Во второй половине Семидесятых Первой половине Восьмидесятых Годов Или село Михайловское Называли Это Была Улица Рылеева А ныне Опять Гагаринский Переулок Вот там Была Такая Квартира Огромная Разбитая Коммуналка За Выселением Или за Каким-то Другим Способом Хозяин Захватывал Эти комнаты И там Была Такая Богемная Среда Такой Действительно Настоящий Парнас Художники Музы Поэты Которым Я имел Честь Принадлежать И на правах Которого Собственно В этот дом И приходил Вот там Была Шутка По поводу Этой Тоски По Ностальгии У меня Тоска По Ностальгии Говорили Художники И собственно Один за другим Уезжали Но разумеется Вот о Звереве Все что сказано Выше На него это не распространялось Тихотворение такое Друг мой Друг мой Друг мой Я тоже болен Врач не знает Откуда боль Потому что я с севера Что ли Тот ли ветер И поле То ли Или может быть Зверев То ли Уж не то ли А Анатоль Осенняя Сонная Муха Жужжит По Глянцевой Глади Стекла И в городе Поздняя Осень Дрожит Деревья Сгорели Дотла И мой Непохожий Портрет Который Похож На романа А я На него Не похож Был Пьян Знаменитый Художник Тот Самый Что Умер Недавно Горячка Спалила Его В бреду Он ругался И плакал И требовал Водки И красок А рядом Стояли Друзья И видели Участь Свою И пили Потом На поминках И все же Портрет На стене Он Гаснет И скоро Исчезнет На город Обрушится Ночь И в дверь Постучат Спартаком И люди Войдут Свет Зажжется Вина Принесут И исчезнут Нелепые Детские Страхи И будем Опять Пировать Покуда Не Кончится Водка Покуда Не Кончится Краска Покуда Не Кончимся Сами И все Таки Встретим Рассвет Очень Московское Стихотворение Я Как-то Отделяю От всей Русской Поэзии Поэзию Москвы В ней Присутствует Какое-то Качество Вот Современной Поэзии Москвы Которая Несвойственна Поэтам Живущим Это не потому Что хуже Или лучше А вот Это пронзительное Ощущение Колеблющихся Ветвей Какого-то Практически Нереального Света В городе И Часто Безнадежного Мира Ощущения Оно Очень Характерно Для Москвы Ну Не могу С вами Не согласиться Что Московское Поэтическое Как бы Ее назвать Экзистенция Да Экзистенция Аура Какая-то Здесь присутствует Она Наверное Отличается От иной Ну Собственно И питерская Так же Своя Немножко Да Немножко Есть И Она Разная В творчестве Например Бродского И Олега Григорьева Да Но в то же время Это Питерские Поэты Ну Совершенно Очевидно И Это не в плане Какого-то Спора И измерения Качества Поэзии Которую Нельзя Измерить Но Чувство Сопровождающее Сопровождающее Город В стихах Поэтов Этого города Оно Несомненно Вот Стихотворение Тоже примерно Тех же лет Начало Не начало Середина Восьмидесятых Восьмидесятых Да Восьмидесятых Воле Который 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 Восьмидесятых 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 Это стихотворение Гитара-то влажается Я вспомнил почему-то Я не знаю по какой ассоциации Вот все ваше поведение Всегда говорило мне о том Что вы человек светский Ну у вас поведение такое Я не знаю действительно вы светский человек или нет Но по манере поведения Я почему-то вспомнил Очень известного поэта 19 века С которым провел странную аналогию Хотя его стихи не похожи на ваши Это Денис Давыдов Мне кажется что-то у вас есть общее с этим человеком Да Думаю что да Среди поэтов Он был генералом Среди генералов поэтов Вот я среди галеристов поэт А среди поэтов Директор Зеливского центра Если такая аналогия уместна Да Настройка гитары это отдельная профессия на самом деле Ну не очень важная для такой декламации Ну что-то еще Я даже не знаю Есть песня про отца Которую я тоже вспомнил сейчас Память и по памяти Давайте я знаете какую сейчас вспомню вещь Это как бы о малой родине Таких В кавычках все-таки о малой Потому что Очень заношенный штамп Но это именно об этом Это о доме Где я прожил много лет Недалеко от Преображенской площади Ты видишь Вот он Пятиэтажный Во вселенной Всей нет другого такого Теперь понимаешь Как это важно То, что солнце появлялось В половину второго Выйди из-за крыши Того же дома Он загибался под кривым углом А там еще мансарда Ты помнишь, Рома? Будто на доме еще один дом Вот бы жить мне в ней Я бы каждое утро Просыпался радостный В солнечном свете Рассыпал бы в ванны Чужую пудру Как это нередко делают дети Спускался бы вниз По чужому подъезду Здоровался с практически чужой старухой Нет, верните меня на место Что ты удумал? Голова два уха Смотри на веселую Эту мансарду Другая судьба У тебя другая Жить надрывно Жить надрывно Писать надсадно Тяжелые слова Из себя Извергая И встретить Именно тех А не этих Ну как бы шли По тому подъезду Люди Которых уж нет На свете Которых на время Дали время и место А в пол второго Здесь появится солнце Экко диво Как сказал знаменитый День чудесный Когда дерутся два японца Художник один Поправляя пиита Он был, конечно, не мать Тереза Все время, хохмил и страдал Энурезом Мало кто видел его Под березом Прости я опять Обо всем И разом Ну вот Звучит, конечно, как дрова Но это В силу Моего неумения Ее хорошо настроить Ну вот Я этого не замечаю Поскольку Я не настолько музыкально образован Чтобы Войти в такие тонкости Но я понимаю Что это помогает Вот так декламировать У меня жена Дирижер-харместер Поэтому все недостатки Своего Исполнения Я очень хорошо знаю Поэтому Если вы Не возражаете Вот это стихотворение О котором вы Помянули Я, наверное, лучше Все-таки Его прочту как текст Представляешь Отец Эти козлы Они снесли Этот дом Снесли Этот дом Оказалось Реконструировать Не так выгодно Как снести И они Эти умники Снесли его Но дело в том Что еще ни один Ничего не смог С собой унести И стоят Не замечая Что остались Совсем одни Складывают Денежку к денежке День ко дню Это только Их внуки Поймут Возвращая Украденные дни Да и то лишь Когда растопырив Руки Пойдут Ко дну А пока Сам Мамона Встает Как огромный Мыльный пузырь И на страшный Пустырь Стройплощадку Смотреть Не хватает Жил Что ты заводишь Песню военную Милый снегирь Слава Богу Отец Ты не дожил Ты бы не пережил Ты ушел И не видишь Как эти козлики Невдалеке Топчутся Тычут пальцами Прикидывают Мысленные брыши Да и как Ему знать Что счастье В теплой Небритой щеке В доброй руке Если рядом Одна охрана И не души И тогда я подумал По Герцену Как же мы далеки От своего народа Как будто живем На другой стороне земли Если эти дроволомы Дубосейки И прочие мудаки Так вот берут Дома Города И стирают С лица земли И воскликнул По-русски Господи Вот я весь Видишь Пою и танцую Без голоса И хромой Здесь, конечно, Наша Родина Но что-то из нас Не здесь И отовсюду оно Вернется Домой Домой Вот Расхищен Такой стих Спасибо Простите еще что-нибудь Из того, что вспоминается Просто по-другому Не выходит Никак И традиционно То погром То поджог Это наша Родина То храм То кабак Славно мы с тобой Обосновались Дружок О казачьей вольнице И думать забудь Разве что приснится Неизвестный солдат Преподобный Ленин Указал этот путь Ни дурдом Так зона Ни санчасть Так штрафбат Ни мытьем Так катаньем Ни бродом Так вплавь В это брита Стрижена Налево Кругом Там и объяснят Что настоящая Явь Ни петля на горле Так похмельный Синдром Как тогда сверкали Мысли славные те Власть прижмем К ногтю И сразу все Как с куста Помнишь Как ты грезил О работе рантье Я теперь рантье Да только рента Не та Да и ты Не ты И только память Горит Словно наяву Тот новый год Маскарад Где теперь Та девушка Которой навзрыд Мои от гора Почитали Вечность Назад Что теперь нам Ужасы смешные Его А тогда оказалось Гениальный поэт Ничего, дружище Ничего 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 на свете Кроме Родины Нет Меликолепное стихотворение Мало было в 20 веке На русском языке Написано Таких хороших стихотворений Ну Ну уж Прямо уж Вы скажете Да ну что Мало Вот Вот это вот Многим Поэтам Эта вот привычка Нужно просто взять себе За образец Одно вынимать А другое Вкладывать И тогда Будет так получаться Время Время Очень жестокая вещь По отношению К тому Что говорит человек И многое Становится Куртуазным Многое Вульгарным Многое Просто непонятным Потому что Этого нет И никогда уже не будет И никто не может Этого вспомнить И об этом рассказать И если даже И расскажет То это не будет Близким Но что-то Есть такое Что остается Всегда И этого мало Вы знаете Сейчас Вот В моем Мироощущении Как раз Вот эта Поэтическая Планка Она постоянно Если Взять Такую Сомнительную Метафору Все время Поднимается Я Окружен Сейчас Такими Поэтами У которых Я Не достоин Развязать Ботинки Это Николай Байтов Это Владимир Строчков Блистательный Совершенно Потрясающий Поэт И личность И Такое Количество Совершенно Замечательных Поэтов Что Себя С ними Как бы Ну даже И не сравнивая А я просто Вполне Осознаю Своё Может быть В каком-то Смысле Уникальное Но тем не менее Место И Претендовать На 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 Нечто Больше Чем То что я Имею В настоящий момент Я взрослый дядя Мне 48 лет Не так-то и много Ну С одной стороны С другой стороны Для русского поэта Который Как Литература Веда считает Очень поздно Формируется Лермонтов 20 лет Лежал в могиле Наполеон Уже По-моему Был он еще жив Или нет Это возраст Смерти Мандельштама Так вот О поэтах Которые Последние Может быть Четверть века Живут Не все уже Но все-таки Многие В одном В одной Экумении Это Алексей Цветков Это Сергей Гондлевский Это Бахыт Кинжеев Мне не хочется Использовать Такую терминологию Мои кумиры И так далее Это Мои старшие Во всех смыслах Старшие современники Блистательные Большие поэты Вот вы сказали Что Зверевский центр Живет Благословением Божьим Или может быть Даже Попустительством его Но Мне кажется Что Вот это ваше качество Которое позволяет Вам оценивать Талант других людей Оно тоже Не так-то часто Встречается И это Очень ценное качество Я не говорю о том Что поэты сравним Мне кажется Хорошие поэты Несравнимы между собой Они находятся Каждый В своей Экумении И Именно поэтому Они нам интересны Ну Говоря языком Более Таким Секулярным Каждый Разрабатывает Свою грядку Ну да Но время от времени Ходит Вокруг Докола И отходит В отхожие промысла Цитата Из Блистательного Кстати Поэта В первую очередь Саши Соколова Автора Скажем так Ограниченного Числа романов Но при этом Невозможно Сбросить Его именно Поэтический Дар На что сейчас Мало кто Обращает внимание Почему то Ну не знаю Все У нас Считают романы Считают Гениально Гениально Его произведения Абсолютно Блистательный Поэт В первую очередь Вот Я как раз Об этом и говорю Что У вас есть нечто Что позволяет Вам любить Поэтов И наверное Это следствие Искренней любви К поэзии Так же как Искренне Вашей стихи Ну Может быть Хотя с моей точки зрения Это слишком Обще сказано Ну а как это Сузить Это очень трудно Поддается сужению Вы знаете Я бы Может быть Даже готов был бы Сказать Два слова О О Лямбде Да О длине волны Да Все мы Те или иные Частотные характеристики И Вероятно Волны Определенного Диапазона Так же как Есть видимые Невидимые Части спектра Слышимые Неслышимые Звуки Точно так же Вся биохимия Через резонанс И вибрацию Определяется И о воде Можно говорить Как об универсальном Проводнике И растворителе И все такое Все такое Мне бы не хотелось Сейчас уходить В такую Грубо Материалистическую Плоскость Но тем не менее То что является Поэзией Так же как То что является Музыкой Какой бы Неожиданный По Кафоническим Почти каламбур Фокусом Это Не было Это Определенный Диапазон Определенный Спектр Определенный Тут с терминами Плохо Спектр Наверное Ну наверное Часть Спектра Определенный То есть это Диапазон Это именно Диапазон Диапазон От таких Волн До таких Поэзий Причем Диапазон Гигантский Скажем С моей точки Зрения Вы я знаю Со мной Наверное Не согласитесь Блистательным Поэтом Мне представляется Андрей Родионов А он работает Просто на других Частотах Других Частотных Характеристиках Но ведь это Не имеет значения Соглашаюсь я или нет Ну как Мы с вами Собеседники Мы собеседники Да Но у нас еще есть Зрители И вы являетесь Гостем студии И им интересно Узнать что вы думаете По тому или иному Вопросу Относящемуся К искусству К поэзии К музыке Вот совершенно Разные поэты Например Родионов Герман Лукомников И каждый Существует В своем диапазоне И при этом И тот и другой В определенном смысле Основоположники Жанров Сравнивать их Бессмысленно Они слишком разные При этом И тот и другой По модулю На все сто Поэты Первый сорт Да А векторы Будут быть Совершенно разные Да Возможно Кого-то из них Мы в ближайшее время А тут я перешел уже По-моему В другую Образ Образ Систему Ну да Но я Умудрился Этого Совершенно Не заметить У нас еще Немного Времени Я бы хотел Чтобы вы Прочли еще Два стихотворения Те какие Вы хотите Прочесть Инвективная Лексика Я понимаю Что она не приветствуется Как самоцель Но если она существует Она терпима Ну Как вы считаете Нужен Ну хорошо Стихотворение Называется Красный террор И Относится К тому недолгому Периоду Моей жизни Когда я занимался Книгоизданием И это была Одна из Тех книг Сергея Петровича Мельгунова Которую мы Издали С моим Товарищем Алешей Ивантером Тоже опальным поэтом И Которую я Благодаря этому Прочел Эта книга Интересна тем Что она послужила Сложеницыну Структурным Прообразом Для Его Самых знаменитого Произведения Архипелаг ГУЛАГ И Архипелаг ГУЛАГ Построен По сути дела По тому же Принципу Сбор Документов Свидетельств Показаний Очевидцев Стихотворение Такое Цензору Что пускал Эту книгу В печать Было лет Шестьдесят Шестьдесят Пять Что ли шел Тогда Девяностый Год Стало быть Цензору Восьмидесятый Идет Но матер Цензор Сука Был И сметлив Он для фирмы Внука И спросил Эксклюзив Тара Фура Пачки Поверх голов Вот Таким путем Пришел Мельгунов Он Пришел И прошел Как сгуся Вода С государства Кровь Увы Ни следа Не осталось От этой книги Да и вообще В головах У тех Кто ищет Смысл В борще И открыли Клуб Там Где был Главлит Хоть Вахтер Так же Груп И тот Же Мент Стоит И придурок В маечке Все путем С перепою Мается Под дождем Этот Скорбный Труд Зачитав Додыр Как-то Понял Вдруг Как устроен Мир Этот Звонкий Праздник Что так Манит По тому Принципу Можно сказать Смирен Даже Мент Козел Звезданет Локтем Все путем Скажу Все равно Путем Да Ну Я думаю Что Инвективная Лексика Вполне Уместна В этом Контексте И Именно Из этого Контекста Она и Проникла В культурный Русский Слой Но Не виноваты Мы Спасибо Алексей Спасибо Рад был С вами Встретиться Взаимно Дорогие Наши Зрители Еще раз Я вас поздравляю С наступающим Новым годом И желаю Наших Последующих Добрых встреч Призовите К усилению Рвения Последние Недели Рождественского Поста Призываю Прекрасно На этом Наш Сегодняшний Эфир Закончен До свидания До новых встреч Всего доброго Продолжение следует 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 Продолжение следует...